Добрый день! Сегодня я предлагаю рассмотреть, как применяется направленное бурение в инженерных изысканиях при строительстве туннелей и какие методики испытаний при этом используются. Мы это компания Сигра. Мы базируемся в Брисбене, но работаем по всему миру, предоставляя услуги в области гражданского строительства, а также предприятиям горной и некедобывающей промышленности. Цель инженерных изысканий при строительстве туннелей состоит в том, чтобы выяснить состояние грунта до начала строительных работ и таким образом предоставить возможность проектировщикам принять во внимание всю имеющуюся информацию. Что именно нужно определить? Тип породы, структуру породы, свойства породы, напряженность и информацию о подземных флюидах, включая тип, давление и проницаемость. Бурение наиболее эффективно, если оно подсекает намеченную литологию или структуру. На верхнем рисунке показана толща осадочных пород с неявно выраженной структурой, где вероятно более правильным решением было бы бурить вертикально, чтобы подсечь неоднородную литологию. На нижнем рисунке показана сложная геология структура. В этом случае значительно больше информации можно получить при разведке направленным бурением вдоль предполагаемого направления туннеля. Варианты направленного бурения без отбора керна включают в себя следующие. Использование отклоняющих долот для бурения почвей по клину. Использование симметричных долот со струйной промывкой для создания преференциальной траектории путем опережающего разрушения породы перед долотом. Традиционная система с использованием клина. Использование турбобуров, гидравлических скважинных двигателей. Двухсекционные системы колонн, где в составе стационарной внешней колонны предусмотрен загнутый сабвуфер для направления долота. Система управляемого роторного бурения. Забойный перфоратор в ограниченном объеме. Вверху показана заглушка в клином скважине. Клин изменит направление в следующей стадии бурения. Ниже приведен ряд отклоняющих долот, который подходит для направленного бурения в грунтах. Бурение в почве здесь больше рассматриваться не будет. На рисунке в левом верхнем сегменте показан процесс использования струйного долота со симметричным соплом для разрыхления опережающей траектории в мягких породах. Когда вращение возобновляется, бур следует в направлении разрыхления. На нижнем рисунке показан трубонасосный скважинный двигатель. Вращение бурового долота достигается путем прокачки бурового раствора через двигатель, который вращает буровое долото. Если заданы настройки на изгиб, тогда бурение всегда идет в соответствующем направлении. Вращение бурильной колонны бурового двигателя приводит к тому, что бурение происходит в нисходящем направлении. На верхнем рисунке показана двойная бурильная колонна, где внешняя часть вращается или может быть стационарная, а внутренняя колонна вращается. Чтобы направлять бурение, наружная часть имеет изгиб на конце и удерживается неподвижно, в то время как внутренняя часть вращает буровое долото и вся система продвигается вперед. На нижнем рисунке изображено долото скважинного пневмоударника, предназначенного для направленного бурения. Бурение осуществляется вибрация бурильной колонны и долота над целевым квадрантом, в направлении которого должна идти скважина. Вращение бурильной колонны приводит к тому, что скважина бурится более-менее прямо. Здесь показаны два типа системы управляемого роторного бурения. При вращении бурильной колонны обе эти системы бурят в заданном направлении. На верхнем рисунке показана система, в которой особое устройство отклоняет буровое долото в заданном направлении. В другой системе буровое долото подвергается толчкам в заданном направлении. В обеих системах имеются полуподвижные соединительные муфты. На нижнем рисунке показана система, где долото проталкивается в заданное направление с помощью вкладышей, которые выдвигаются при вращении. Эти системы могут быть очень производительными. В идеальных условиях могут проходить расстояние до 1 км в день. Если сооружение туннеля ведется в твердой породе, бурение может вести сплошным забоем без обсадки со использованием турбонасосных скважинных двигателей или системами управляемого роторного бурения в качестве альтернативы с извлечением керна. Отбор керна можно производить, используя обычные системы, в которых для извлечения керна поднимается вся бурильная колонна или с помощью керноотборника, спускаемого на кабеле. Также существует опция направленного бурения с отбором керна съемным керноприемником. Кроме того, следует рассмотреть возможность использования смешанного варианта. Бурение сплошным забоем без обсадки и бурение с отбором керна. Для любого варианта направленного бурения требуется система измерения положения скважины. Варианты следующие. Система акселерометров и магнитометров, которые предоставляют информацию об ориентации геодезического инструмента в глобальной гравитационно-магнитной системе координат. Чтобы получить траекторию скважины, многократные измерения могут быть объединены путем интеграции. Такие системы могут вращаться. Гироскопические системы, которые в настоящее время означают волоконно-оптические гироскопы или микроэлектромеханические устройства, которые не подходят для использования во вращательном бурении, но подходят для систем со спускаемым на кабеле керноотборником. Не следует сбрасывать со счетов испытанную систему постепенного смещения, которая измеряет отклонения по сегментам, поскольку они также хорошо подходят для окончательного обследования. Одним из ключевых способов получения информации скважины являются геофизические исследования с использованием подходящих зондов. Их можно разбить на две группы. Первый – это те, которые не требуют взаимодействия с пользователем и где получение данных происходит довольно медленно. Данные могут загружаться в память или информация может отправляться на дневную поверхность с относительно медленной связью. К этой категории относят зонды, регистрирующие следующие параметры. Удельное сопротивление, плотность, естественная гамма-активность, индуцированная поляризация, магнитная восприимчивость и кавернометрия. Они будут служить для определения большинства типов литологии. Наиболее полезными зондами с точки зрения геомеханики являются те, которые требуют взаимодействия с пользователем и выдают высокоскоростные данные. Они включают изображение от оптических или акустических сканеров. Это позволяет во всех подробностях рассмотреть стенку скважины. Оптические сканеры используются в сухих скважинах, а акустический сканер подходит для скважин, заполненных буровым шламом. Также есть прибор акустического каротажа, который измеряет скорость звука. Это могут быть простые инструменты для регистрации продольных волн или те, которые также измеряют поперечную волну, и с помощью которых можно вычислить модуль Юнг и коэффициент Пуассона. Один из вариантов – использовать вращающиеся дипольные инструменты, которые измеряют поперечную волну в различных направлениях. На этом слайде показаны литологическая колонка осадочной толщи, кавернометрия, диаграмма плотностного каротажа, спектральный гамма-каротаж, который является индикатором радиоактивных пород, график скорости звука, график зависимости сопротивления, замеряемого инструментами с небольшим и увеличенным расстоянием между источником и приемником, графики замедления скоростью волн сжатия и сдвигов при удалении от прибора акустического каротажа, динамический модуль Юнга. На этом слайде видны изображения разрушения скважины в левролите и металевролите, записанные акустическим сканером. Обрушение скважины – это разрушение стенки ствола скважины. Можно также получить информацию о типе породы по параметрам бурения. Такой прием часто используется при бурении неглубоких шпоров. Для того, чтобы использовать этот метод при бурении длинных скважин, сбор данных должен осуществляться на буровом долоте. Это возможно при наличии высокоскоростной связи. При использовании скважинных зондов, в том числе и системы исследования скважин, необходимо собирать информацию и передавать ее буровым операторам. Варианты. Спустить скважину в запоминающее устройство. Они не могут выдавать информацию в режиме реального времени. При их использовании требуется больше времени. Гидроимпульсные системы, в которых давление бурового раствора регулируется скважинным инструментом. Эти инструменты работают в режиме реального времени, но они не могут обрабатывать большое количество данных. Электромагнитные системы. Они также работают в режиме реального времени, но медленно. В зависимости от характеристик породы они могут работать или не работать. В гражданском строительстве при направленном горизонтальном бурении используется один из перечисленных вариантов для передачи информации с неглубоких скважин на поверхность. Наконец, есть бурильная труба со встроенным кабелем для передачи сигналов, которые используются в комплекте с высокоскоростными модемами. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных в режиме реального времени. Однако наличие кабеля в бурильной трубе исключает использование инструментов, спускаемых через бурильную колонну. Флюид закачивается через бурильную колонну и выводится обратно через задрудное пространство. Он служит для охлаждения бурового долота и выведения шлама на поверхность. Он также может использоваться в качестве источника питания скважинных инструментов, таких как турбонасосный скважинный двигатель. Режим потока бурового раствора может быть ламинарным или турбулентным. Если не удается осуществлять вращение бурильной колонны, например скважинным двигателем, может произойти скопление шлама в скважине. Слишком высокое давление флюида может привести к образованию гидроразрыва породы и потере флюида. В верхней части слайда показана бурильная труба, а вокруг бурильной трубы в нижней части скважины образовалось скопление шлама. Это может привести к серьезным проблемам во время бурения. На нижнем рисунке показано значение давления на разных интервалах скважины. Слева изображение устья скважины, а справа бурильного долота. Показатели давления включают в себя следующие компоненты. Статический напор за счет давления ниже устья скважины. К этому может быть добавлено любое противодавление, необходимое для того, чтобы скважина оставалась раскрытой. При циркуляции флюида возникает динамическое давление из-за трения в скважине. Вопрос в том, приведет ли давление к потере флюида или даже гидроразрыву грунта. Здесь показан график зависимости времени, который может потребоваться для бурения в однородном песчанике от длины скважин. Используемые значения являются консервативными. В них никак не учтено время, необходимое на наладку, и предполагается, что бурение продолжается 20 часов в сутки. Зеленая линия представляет колонковое бурение общепринятыми методами, без каких-либо попыток внесения поправок на направление. Красная линия представляет отбор керна, спускаемым на кабель керноотборник. Здесь указан диаметр hq. Этот метод ограничен гидравлическими проблемами. Предполагается, что каждые 6 метров в длину здесь будет выполняться гироскопическое обследование, а коррекция направления будет производиться через каждые 100 метров бурения. Это осуществляется путем извлечения бурильной колонны и замены ее скважинным двигателем с использованием другой бурильной колонны. Синяя линия представляет собой отбор керна, спускаемым на кабеле керноотборником диаметром hq, через колонну с улучшенным кольцевым зазором для интенсификации потока флюида. Фиолетовая линия представляет систему управляемого роторного бурения без последующего геофизического коротажа. При бурении необходимо выполнять следующие замеры. Напряжение в горных породах, флюиды, содержание газа. Измерение напряжения в горной породе может быть выполнено разными способами. Обуривание с поверхности. Для этого необходимо использовать керновое бурение и снять напряжение вокруг пилотной скважины. Гидроразрыв. Можно осуществлять после бурения. Получаем информацию о минимальном напряжении, но для получения чего-либо еще требуется много допущений. Гидрораспор. В какой-то мере сродни гидроразрыву, но используется давление воды, чтобы раскрыть намеченную трещину. Напряжение возвращается через раскрытые трещины. Во многих случаях это может быть более одного комплекса трещин. Тем не менее, гидрораспор позволяет напрямую измерить, при каком давлении вода может создать проблему в туннеле, в котором впоследствии будет вода, например, подводящий водовод гидроэлектростанции. Разрушение стенок скважины. Если это происходит в скважине, пробуренной параллельно туннелю, это является прямым индикатором проблем с напряжениями в будущем туннеле. Перед вами фотография одного из наших инструментов обуривания, а рядом керна, с которым этот инструмент только что был извлечен. Их можно использовать на расстоянии нескольких сотен метров от устья скважины. Есть много разных видов измерений, которые можно выполнять на извлеченном керне, чтобы определить, какое напряжение возможно было в породе, из которой этот керн был извлечен. Все они имеют значительно меньшую достоверность, чем измерения непосредственно в скважине. Некоторые сомнительны. Однако они могут быть полезны в качестве дополнения или показателя изменяющихся условий. Основной процесс исследования флюидов – использование системы разобщающих сдвоенных пакеров в скважине. Это лучше всего сделать после геофизического каротажа скважины. Система повторяет процедуру исследования скважин пласта испытателем, спускаемым на бурильных трубах, иначе называемом DST. Первым этапом любого испытания должно быть перекрытие намеченного участка из-за мер статического давления. Второй этап – это закачка в перекрытый интервал или откачка из него. Третий – это перекрытие или изоляция интервала и мониторинг изменения давления. Этот процесс позволяет правильно определить давление и проницаемость. За исключением необычных обстоятельств он не позволяет измерять емкостные параметры коллектора в горном массиве. Этот процесс полностью заменяет традиционные пакерные испытания, в результате которых получают ни о чем не говорящие значения в люжонах – единицы водопроницаемости скальных пород. На этом слайде видим график зависимости давления от времени при испытаниях пласта испытателем DST с двумя циклами – перекрытие, поток наращивания. Многие виды пород содержат газ в поровом пространстве, трещинах или в адсорбции. Этот газ может стать причиной внезапных выбросов, которые являются извержениями газа и породного материала, а также причиной возгорания или удушья. Важно определить, есть ли в горном массиве газ и что надо в связи с этим предпринимать. Решения могут быть следующие – дренирование, более эффективная вентиляция или другие довольно сложные технологии. Любое бурение в любой породе, которая возможно содержит газ, требует как минимум наличия системы отвода газа. В идеале следует обеспечить разделение газа и жидкости с одновременным измерением содержания газа. Использование кернового бурения со съемным керноприемником представляет собой реальную опасность газосодержащих пород, потому что внутреннюю трубу может выбросить с большой скоростью. Этот риск можно минимизировать, но он никогда не исчезнет. Важно иметь возможность закрыть скважину и перейти к практике управления скважиной. Тщательное управление давлением на устье скважины является одним из элементов управления. В газонасыщенных областях необходимо замерять проницаемость давления, чтобы определить способность породы выделять газ. На этом слайде показаны приблизительные затраты на бурение разными методами, смоделированными ранее, без учета каких-либо затрат на мобилизацию или наладку оборудования, поскольку от проекта к проекту они будут очень и очень разными. В этом конкретном случае можно видеть, что по экономической эффективности обычное колонковое бурение существенно уступает бурению колонной со съемным керноприемником. В свою очередь этот метод уступает направленному управляемому роторному бурению с геофизическим каротажем, когда длина скважины превышает километр. Существует возможность замены управляемого роторного бурения на турбонасосный забойный двигатель, но с увеличением расстояния этот процесс Заключение. Направленное бурение может быть экономически эффективным способом проведения полевых исследований при строительстве туннелей при условии, что избранный метод соответствует геологии. Основными ограничениями являются стабильность скважины буровая гидравлика. Для скважин, длина которых превышает 1-1,5 километра, наиболее эффективным с точки зрения затрат является бурение скважин без обсадки с последующим геофизическим каротажем. Однако для этого необходимо, чтобы люди, имеющие отношение к строительству туннелей, осознали преимущества геофизики. Если имеется геологически сложная зона, всегда можно вернуться к бурению с извлечением керна. Это можно сделать с помощью испытанного метода клина или выполняя ответвление от основной скважины с турбонасосного скважинного двигателя или управляемого роторного бурения.